Друзья, я рада всех приветствовать. Хочу показать вам красавицу Гамбу. Пока вы смотрите, можете почувствовать, как ваше тело откликается на вот эти энергии. Место намоленное. Мы сами сотворяем места силы. Есть, конечно, места силы, естественно, где идет большой выплеск энергии из земли. А есть места и сильные природно, и одновременно намоленные. Дедушка каждый день, каждое утро приходит сюда в половине 12 по местному времени. Если вы посмотрите, он льет воду, они зачерпывают водичку из Ганги и выливают ее. Вот это вот минимальное, что мы можем с вами сделать. Самое маленькое, скажем, наше подношение, это когда мы подносим воду на алтарь. Знаете, для того, чтобы быть богатым, мы хотим с вами иметь материальные дары. Для того, чтобы быть богатым, нужно отдавать. Прежде всего отдавать. Не будет богатства, не будет изобилия, если мы пока с вами не научимся отдавать. Если у вас нет денег, отдавайте время. Если нет денег купить цветы своим предкам, помянуть предков, тогда водичку ставим на алтарь. Это минимальное, что мы можем сделать. Окей. See you. I don't know. Sorry. И хочу показать вам еще. Это место святилища Великого Шани. Друзья, честно, я не знала. Я только сегодня узнала уже, сколько здесь провожу йогу. А оказывается, это особое место в Ришикеше. Давайте подойдем. Мантра Ом Шамша Нисчарая Намага. Ом Шамша Нисчарая Намага. Ом Шамша Нисчарая Намага. Великий Шани, великий Сатурн, великий повелитель кармы, род. Шани олицетворяет наш род, нашу судьбу, наши гены, наше и ограничение, и широту, допуск к успеху. Шани ограничивает и дает открытые границы. Это все в руках Шани. Шани – это энергия справедливости. Это энергия, которую мы заслуживаем. Это энергия, которую мы должны с вами почитать. Начинаем наше занятие. Кто такой Шани и как он в нашей русской культуре отражается? Посмотрите мой эфир. Называется «Великий Сатурн в русских народных сказках» в Ютубе и в Инстаграм. Я прошу, давайте поздороваюсь с вами, со всеми. Ой, нас 31 человек, замечательно. Давайте, поздороваюсь. Очень приятно. Доброе утро. Наталья, Елена, Лена, Ирина, Надя, Ирина, Ирина. Доброе утро. И еще разочек со всеми. Дарья, Еленочка, Лена, Ольга, Ирина, 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 Кристина, Надя, Наталья, Оля, Оля, Роксана, Залина, Валентина, Галина, Елена, Ирина, Надежда, Наталья, Наталья, Инна, скорее всего, или кто-то еще. И он, Светлана, Татьяна, Татьяна, Светлана, 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 Светлана. Как интересно. Хорошо, друзья, включая запись, у меня убедительная просьба не трогать микрофончик. Друзья, рекомендую сесть или лечь. Друзья, можно лечь на коврик, главное, чтобы спина была прямая. Можно попить воды до начала практики сейчас, чтобы потом меньше отвлекаться. Я благодарю всех, кто сейчас в прямом эфире с нами. Вы есть воины света, вы откликнулись. Кого нет сейчас с нами, кто посмотрит позже, приглашаю ваши души, благодарю ваши души. И наши рода, все, кто здесь присутствует, потому что автоматически, находясь в храме, в месте святилища великого бога Шани, великого Сатурна, или нашей традиции это бог-стребог, это повелитель ветров, повелитель воздуха, элемент воздуха. Хорошо, закрываем глаза. Я очень прошу сидеть с прямой спиной, поэтому лучше на стульчике, либо на подушке. Расположите руки так, чтобы вам было удобно. Это открытое занятие йогой, поэтому объяснение я не все, и моя огромная посьба делать самый легкий вариант асам. Не бежать, не мчаться, делать медленно. Требование планеты Сатурн – это делать осознанно и медленно. Ни в коем случае не бежать и не превозмогать себя так, чтобы было комфортно. Дыхание животом. Ощутите, что вам удобно сидеть, у вас нет чрезмерного прогиба поясницы. Лица, раскрыты лопатки, ладошки можно повернуть вверх, если вы ищете и стремитесь к духовному совершенству. Если вам нужна в данное время сила, здоровье, материальная помощь, ладошки вниз. Плечи расслаблены, слегка опущен подбородок. И, закрыв глаза, мы переводим внимание на свое дыхание. Осознавая возможность дышать, осознавая возможность делать вдох и делать выдох, мы уже почитаем великого Шайни Дева Сатурна. Позволяя своему телу со вдохом впитывать энергию звезд и планет. С выдохом, с каждым выдохом мы рассказываем звездам, миру, солнцу о своем состоянии. На вдохе расширяется живот, на выдохе он сдувается, мы слегка подтягиваем мышцы промежности и низ живота тоже немного напрягается. Опять вдох, расширение. И выдох, сдувается животик, подтягиваем промежность. Осознавая, что с каждым выдохом вы наполняете мир вокруг себя своим состоянием, то, чем вы наполнены, становится еще больше в мире. Вы увеличиваете количество радости, осознанности или, наоборот, негатива. Будьте более осознанны, понимая, что то, что вы излучаете, вы и получаете. Хорошо, сейчас ставим намерение на практику сам Кальпа. Сегодня, во время нашей практики, мы наполнимся энергией, прокачаем кровь, лимфу. Намерение здоровья, энергия, почитание своего рода, почитание своих предков, почитание своих корней, кто бы здесь ни был, человек разных религий, и мы почитаем свою опору, то, что дает вам силы. Христиане, мусульмане, буддисты, славяне, кто бы ни был, мы с вами отдаем свое почитание той духовной составляющей, Творцу, которого тысяча имен. Призываем сюда великого Отца-Породителя, Творца-Создателя Вселенной. И, делая вдох, представляем, как лучи наполняют ваше тело через макушку в сердце. А с выдохом мы наполняем клетки своего тела этим светом. Вдох, вдыхаем, золотой свет в сердце. И с выдохом наполняем внутренние органы. Просто представляете, как будто вдох означает наполнение света. И с выдохом оживают ваши клеточки, ваши органы. С каждым выдохом все более и более наполняется энергией самого Создателя ваше тело. На вдохе живот расширяется. На выдохе сдуваем живот, грудь неподвижна, только живот. Вдох, расслабление, наполнение. На выдохе подтягиваем промежность и слегка мышцами животных. Еще цель сегодняшней практики призвать нам в поддержку внукам, правнукам, наших родных богов изначалья той энергии, которая есть и несет в себе энергию создания этого мира. Призовем родных богов, в особенности богов восточных славян. Нам невероятно необходима ваша поддержка. Эта практика ждет в завершении нашего занятия. Полное йоговское дыхание. Одна рука на нижевоте, вторая на груди. Начинаем вдыхать снизу вверх. Сверху вниз выдыхать. Вдох, надуваем живот. Далее грудь и задержка дыхания. Тянем макушечку вверх. Выдыхаем вначале воздух из груди, потом живота. И внимание в копчике. Вдох, энергия вверх, макушку. Задержка дыхания. Выдох. И подтягиваем промежность. Можно закрыть глаза и ощущать потоки энергии. И еще один раз. Хорошо. Прекрасно. Хапалабхати. Активируем энергию великого Шани Сатурна. Он же есть. Это энергия предков. Энергия справедливости. И мы приглашаем энергию справедливости сюда, к нам, на землю. И энергию наших великомудрых предков. Левая ладошка повернута вниз, правая на себя. Средние пальцы слегка. Мы перекрещиваем, слегка натягиваем. Локти не опускаем, чтобы такого не было. Немножко натягиваем. Начинаем делать попалабхати. Резкие выдохи животом. Мои ученики, уже делайте. Я слегка, очень коротко рассказываю. Выдох, живот назад. Выдох. Подтягиваем промежность. Вдох у нас автоматический. Мы не думаем о вдохе. Выдох. И концентрируем внимание на выдохе. Делаем 12 раз. И далее просто отдыхаем. Мы делаем 108. 9. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Выдох, не дышим, смотрим в область межбровья, точнее взгляд направленный. Удерживаем мулабанку, подтягиваем промежность, создаем тишину в уме, растворяемся в пространстве. Продолжение следует... Мягкий беззвучный вдох, отдыхаем, несколько циклов дыхания живота, опять задержка дыхания. Вдох, выдох, полностью опустошаем воздух из легких, снимаем спина, не дышим. Мягкий беззвучный вдох. Вдох, вдох животом, во время отдыха мы только животом дышим, во время йоги, именно брюшное дыхание. Вдох расширяется в живот, выдох, сдувается. Продолжаем. Сейчас мы приглашаем энергию Юпитера. Указательные пальцы у нас по пистолетикам, большие перекрещены. То же самое делаем в Капалабхате. Друзья, кто не занимается йогой, кто впервые сделали 12 циклов дыхания, задержка дыхания, или просто отдохнули. Еще 12 раз отдых. Еще 12 раз. Таким образом, мы с вами накачиваем энергию, она нам необходима для нашей практики. Нам, чтобы была она действенная, нам нужно тело оживить. Поменяем перекресток, нет, положение пальцев. Поменяли, продолжаем. Вдох. Вдох, полный выдох и задержка дыхания. Кто знает, Агнисара науле. Продолжаем делать задержки дыхания. Для тех, кто еще не знаком, не знает, почему мы вдруг решили не дышать. Это ограничение. Мы сами себя ограничиваем. Любые ограничения, добровольные, всегда дают вознаграждение. Но мы делаем с вами не ради вознаграждения. Мы делаем это просто потому, что нам хочется. Потому что мы не можем этого не делать. Те, кто занимаются со мной йогой, они просто мои ученики, они просто это делают. Даже иногда не осознавая. Просто хочется делать йогу. Так что мы с вами во время задержки дыхания отключаем мысль. Отключаем любые свои желания. Направляем взгляд в область межбродья. Подтягиваем промежность и создаем тишину в уме. Несмотря на звуки, на шум в индию. Давайте еще раз. Вдох. Выдох. Тишина. Хорошо. Сейчас садимся на ягодицы. Дыхательные практики невероятно полезны и необходимы для здоровой жизни. Особенно в наше время. Сидим на ягодицах. Перед собой стопы. И начинаем нашу практику. И дыхательные, и асаны. Все совмещаем. Уклоняемся вперед. Тянем подбородочек вверх. Вдох. Светок. В сердце. Отклоняемся назад. Опускаем подбородок. И раскрываем лопатки. Выдох через спину. Вдох. Наполняемся цветом. Выдох. Еще. Раскрываем лопатки. Натягиваем кожу между лопатками. Вдох. Свет. Выдох. Отпускаем через лопатки. Прошлое переживание. Наполняемся цветом. Выдох. Можно через рот. Вдох. Через нос. Вдох. Выдох. Отпускаем боль. Родовую боль. Отпускаем страхи, переживания. Наполняемся цветом. И еще один раз. Выдох. Меняем положение ног и продолжаем. Вдыхаем сердце. Верхнюю часть корпуса. Свет. Приглашаем новизну. И отпускаем прошлое. Удыхаем через лопатки. Работаем с грудным отделом позвоночника. У нас с вами за плечами находится, или как говорят, печать кармы. Поэтому работая сейчас, даже в этой приятной, простой асане, мы с вами прорабатываем родовые программы. Вдох. Свет. Вдыхаем сердце. Выдох. Через лопатки. Еще три раза. Осознанные движения. Мягкие. Плавные. Встанавливаемся на четвереньки. Перекатываемся к марджориасаму. Кошечку. Вдох. Продолжаем. Как бы продолжаем это состояние. Вдох. Втянем подбородочек. А сейчас выдохом. Опускаем голову. Расслабляем. И отталкиваемся ладонями и коленями. Раскрываем лопатки. Вдох. Вдыхаем свет в сердце. Выдох. И напрягаем все тело. Можно даже пальчики ног приподнять. Несколько циклов дыхания. В напряжении. А сейчас расслабление. Вдох. Выдох. Через лопатки. Отдаем энергию. Ведхуем новизну. Отпускаем прошлое. Отталкиваемся ладошками и коленками. Вдох. Расслабление. Полное расслабление. И выдох наоборот. Напряжение. Раскрываем лопатки. Выпускаем карму, боль. Все, что отживает, отдаем. В легком варианте отдыхаем таз к пяткам. И поза ребенка. Я покажу самую простую позу ребенка. Это когда у нас кулачок на кулачок. Если у вас болят суставы. Вот таким вот образом. И уже дальше руки вперед, руки назад, щека на коврике. Расслабляемся. Отдыхаем. В полном варианте делаем нижнюю планку. Со мной занимаются преподаватели йоги. Поэтому я даю три варианта. Вперед. Немножечко наклонились. А сейчас назад, назад, назад. Пяточки натягиваем. Еще как бы назад. Чувствуем вытяжение голени и бедер. Опять вперед. Напрягаем бедра, ягодицы. Сделали несколько раз. Отдыхаем в позе ребенка. И кто желает, продолжаем. Пожалуйста, отдохните. У нас еще впереди много асан, чтобы вы не перенапреклились. А мне надо прокачаться, чтобы была хорошая энергия для нашего призыва. Родных богов. Хорошо. Отдохнули. Кошечка, еще. Один подход. У нас бедра перпендикулярны к коврику. И руки. То есть как стол. Четыре колонны. Вдох. 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 Выдох. Поднимаем пальчики ног. Отталкиваемся ладонями. И раскрываем лопатки. Выпускаем боль. Переживание страхи через лопатки. Вдох. Наполнение след. Можно несколько вдохов сделать. И выдох. Несколько циклов дыхания. А сейчас можно быстрее. Вдох. Выдох. Напряжение. Выпускаем. Вдох. Расслабление. Выдох. Напряжение. Поверьте, что сейчас, занимаясь в святилище бога Шани, все, что мы делаем, очень-очень эффективно. Отдыхаем в любой момент. Вы чувствовали, что достаточно? Значит, поза ребенка. Ни в коем случае мы не перенапрягаемся, потому что в основном со мной занимаются женщины. А нам, женщинам, нужно мягко заниматься йогой, чтобы не вырабатывались мужские гормоны. Поэтому мы делаем только количество повторений, которые вам удобны и комфортны. Отдыхаем. На вдохе вы раскрыли коленки и почувствуйте, живот между коленками лежит. Мы сейчас расслабляем живот. Прям не боимся. Его расслабляем, отпускаем. Вдох. Увеличивается животик. И выдох. Он сдувается. Вдох. Расширение пространства живота. Расслабляем его, дорогого и любимого. А выдох. Слегка подтягиваем промежность. И животик тоже, низ живота. Вдох. Расслабляем промежность. Выдох. Подтянули. Еще, еще, еще. Мышцы промежности подтянули. Вдох. Расслабили. И выдох. Чувствуем. Пускаем энергию по позвоночнику. Вверх, вверх, вверх. Подтягиваем промежность. И вверх энергию. Еще один раз. Выдох. Мысленно по позвоночнику вверх. Отправляем внимание. Хорошо. Планка. Я покажу легкий вариант. Полный не буду показывать. Вы знаете, делайте полный. Вытягиваемся пальцы вперед. Копчик назад. Потянулись, потянулись. Для начала. И потом вдох. Приподнимаемся. Планка с колен. У нас запястье ровно под плечевыми суставами. Мы стоим на коленях и напрягаем ягодицы. Как бы подворачиваем копчик вперед. Начинаем отталкиваться ладошками. Еще плечики у нас раскрыты. И голова не зажата в плечах. То есть вот я могу и так зажать. А могу раз и красиво. Копчик у нас чуть-чуть подвернут. Ягодицы напряжены. Можно приподнять ножки. Приподнимаем и чувствуем, как у нас задняя поверхность бедра начинает работать. Давайте повращаем стопами. Разные стороны. Хорошо. В легком варианте отдыхаем. Я постою еще в полном варианте планки. Кто хочет, пожалуйста, стоим. Третий вариант. Для очень опытных практиков. Слегка сгибаем локти на себя. Несколько раз. Отдыхаем в позе ребенка. В позе ребенка мы также дышим животом. Расслабляем животик. Если у вас была одна щека на коврике, то мы сейчас в другую щеку кладем. Давайте опять запустим энергию кундалини. Вдох. Животом. Из пространства вдыхаем энергию женщины в матку, мужчины в нижний центр. И выдох. Подтягиваем промежность. Энергию вверх. По позвоночнику запускаем. Вдох. Отовсюду. Из вселенной. Вдыхаем энергию в матку. Выдох. Подтягиваем промежность. И внимание вверх. Язычок за зубами, за верхними, кто знает, на пхибанха. За верхними зубами и соприкасается с небом. Не пугайтесь не впереди, а сзади. Хорошо. Приподнимаемся. Садимся в позу ученика. И давайте сделаем вдох. Руки через стороны. Медленно, осознанно. С улыбкой. Тянемся пальчиками. Еще, еще, еще. Перетлетаем пальцы. Ладошки вверх. Издеваем. Вытягиваемся. А сейчас опускаем перед собой ладошки и начинаем отсталкиваться. Опять. Кругляем спину. Вдох. Выдыхаем через спину. Выдыхаем. Отпускаем боли. Отпускаем родовую боль. Стольких поколений, которые вы можете своим состоянием, своей энергетикой очистить. Ни в коем случае не говорите всех. Хорошо. А сейчас руки назад. Подбородочек вверх тянем. Тянем, тянем, тянем. Получается, руки можно перекрести. Вдох, сердце. Вдыхаем на весну. Дышим сердцем. Улыбаемся и радуемся. Открыты миру. И еще разочек. Меняем положение пальцев. Перекрещиваем уже другое положение. И опять. Отталкиваясь ладонями, мы раскрываем лопатки, натягиваем и выдыхаем. Руки назад. Тоже поменяли положение пальцев. Тянем вверх. Подбородочку. Очень хорошо. Давайте подъем водичку. Видите, как мы с вами уже оживились. Вот несколько. Вы можете каждое утро это делать. Кошечка, планка. И первое упражнение, что мы сделали. И вы уже готовы к этому дню. Ну что, давайте немножечко дзамики дадим. Тоже прокачаем мышцы ног. Лимфу, кровоток запустим. Лягушка. Смотрите, у кого больные коленки, можете просто посидеть, посмотрите. Или кошечки можете сделать. На носочках или на полной стопе. Ладони вместе. И мы как бы локтями раздвигаем коленки, как будто. Энергетическая практика. Отправляем внимание в центре земли. В самую магму, в сердцевину земли. И сейчас вдох. Вдыхаем энергию женщины в матку. Мужчины в нижний центр. Выдох. Мулабанха. И вверх энергии по позвоночнику через макушку в бесконечность. Опять вдох из земли в нижний центр. Выдох. Мужцы промежности сильно подтянули вверх. Энергия. Благодарность Всевышнему. Вдох из земли. Выдох. С любовью и благодарностью. Белый свет. Соединяем еще черную или красную магму. Язычок за верхними зубами. Если это касается с небом. Еще пару раз. Вытягиваем шею, макушку. Но не подбородок. Да, мы не подбородком тянемся, а макушкой именно. Прекрасно. Приподнимаемся руки на коленях. И сейчас у нас с вами будет следующая практика. Приседания. Представьте, что сзади стул. Вес тела на пятках. Пальчики ног даже у нас свободные получаются. И мы убираем поясечку. Отдохнули. Выдох. Отдохнули. Только пяточки. Внимание на пятках. Хорошо. Выбираем свой темп. Сделали шесть раз. Для начинающих это достаточно. И садимся на ягодицы. Кто хочет далее? Более активно, более динамично. Главное, весь тело у нас на пятках. Иначе работают совсем другие мышцы. Отдыхаем. Садимся просто на коврик. Попьем воду. Отдохнем. Перерыли. Хорошо. Итак. Выпрямляем ножки. И стряхиваем напряжение. Давайте стопами медленно повращаем. В другую сторону. Хорошо. Нижняя навасана. Берем сюда под коленями. Самый легкий вариант. Держим баланс. Когда ноги опущены, так могут делать все. Плечи раскрываем. Вдыхаем сердце. И наполняем все тело светом. Средний вариант. Более не параллельный. Можно ручки. И полный вариант. Ноги прямые. Вдох. Сердце. Раскрытая грудная клетка. Выдох. Наполняем. Все свое тело. Хорошо. Лягушка. И опять продолжаем. Поднимаем. Пробуждаем энергию. Каждый из нас сейчас проводник света. Каждый из нас, кто делает эту практику. Вдох из земли в матку. Нижний центр. Выдох. Хорошо подтянули мышцы промежности. Еще внимание. Вверх. К отцу небесному. Вдох. От матери земли. От матери земли. Выдох. Пробу всевышнему. Таким образом и мы себя прокачиваем в свою энергетику. Выполняем миссию человека. Миссия наша. Самая высшая миссия. Быть проводниками. Свою энергию отправлять с благодарностью всевышнему. Хорошо. Приподнимаемся и опять делаем приседания в таком количестве. У нас обязательно. Отсели назад. Поменяли положение. Захват пальчиков. И начинаем. Движение. 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 Можно 30. Движение. Кто хочет красивую попу. Осознанно. Внимание. Удерживаем мышцы. Подталкиваем. Садимся на ягодницы. Выпрямые ножки. Медленно, не спеша. Вращаем стопами. Обратная планка. Еще чуть-чуть, еще немного асан. Обратная планка. Пальчики отводим назад, а пальцы смотрят вперед. Вот насколько у вас получается. Раскрываем грудную клетку. Чтобы было уютно, комфортно вам. Подбородок опущен. Сейчас будем приподнимать таз. Делаем вдох. На выдохе поднимаем таз. И смотрим на животик. Удлиняем выдох, насколько это возможно. Тянем пальчики ног вперед. На себя. В стороны. Внутрь. Вперед. На себя. В стороны. Внутрь. Я покажу, кто у нас занимается долго еще. Удерживаем это положение. Кому уже трудно, садимся. Берем себя под коленями. И удерживая ножки, мягко отклоняемся назад. Обнимаем себя за колени или под коленями. Расслабляемся. Расслабляемся. Можно мягко поднять голову, посмотреть вверх. Потом также мягко отклонить ее назад. В любой момент выходим. Ложимся на спину и обнимаем себя за согнутые колени. Все движения мягкие и плавные. Удлиняем выдох. Очень хорошо поработали с сердцем. Делаем вдох на счет. Раз, два. Выдох на четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох. Два счета. Выдох. Четыре счета. Шавасана. Выпрямляем ножки. Шавасана. Это главная асана. И сейчас вы почувствуете, насколько же она приятна после такой активной практики. У нас ноги разведены, ладони повернуты кверху. Должно вам быть очень удобно. Если вдруг хочется под поясницу подложить вам плед, то сделайте это, пожалуйста. Подушки не рекомендуется. Но смотрите все индивидуально. Накрываем глаза. Обращаем внимание на дыхание. Вдох. Ощутите, как поднимается живот. А грудная клетка у нас неподвижна. И выдох. Опадает живот. Выдох. Опадает. Прямо наблюдаем. Можно даже руку положить на живот, чтобы у нас двигался только низ живота. Ну и область пупочка, конечно, тоже. А грудная клетка расслабленная. И сейчас делаем практику. Наслабление. Звуки Индии. Эти звуки только помогают расслабиться мне, моему телу, моему уму. И сейчас я вас приглашаю в путешествие по своему телу с желанием расслабить все участки, все органы. Переводим внимание на поверхность головы. Представляем, что луч света дотрагивается до макушки. И начинаете освещать вашу голову, даже проникая внутрь, проникая в мозг своим излучением золотым луч от самого высшего источника творения нашей Вселенной. Делая вдох, ощутите, как он проникает сквозь темечка, наполняет ваш мозг. А с выдохом мы отпускаем пустарую энергию, которая когда-то была в мозге. Мы выдыхаем, отпускаем через стопы. Сейчас луч наполняет пространство вашей головы, щеки, помогая расслабиться лисочком, подбородочком. Выдыхаем любое напряжение, позволяем себе расслабиться в уюте своего дома. Вдыхая, наполняем затылок, заднюю поверхность шеи, горло. И отпускаем, выдыхаем. Очередной вдох, приглашаем этот цвет от самого высшего источника творения, груб. Наблюдаем, как он наполняет сердце, ребра, пространство между ребрами. Свет наполняет ваш телесный сосуд вихами, потоком вихий, воронками, светлыми, золотого света. И выдыхая, расслабляемся еще больше. Вдыхаем свет в живот. Желудок. И отпускаем любое напряжение, которое хранится в области желудка. Вдыхаем свет в сердце. И отпускаем через стопы любое напряжение, которое хранится в сердце. Я его отпускаю. Я приветствую свежую энергию, твою энергию, творец, создатель. Наполняем светом кишечник, живот. Все внутренние органы, и особенно любимый орган, который вам напоминает и себе, если есть такой. Наполняем низ живота светом. Женщина наполняем матку. Вихрями золотого света окутывается матка, яичники, придатки. У мужчин низ живота, низний центр активируется. Выдыхаем через стопы. Вдыхаем свет в ягодицы, бедра. И отпускаем с выдохом через стопы. Наблюдаем, как следующим вдохом золотой свет окутывает ваше пространство, тело, ног. И отпускаем любое напряжение через стопы. А сейчас позволяем всему телу стать проводником божественной воли. Вдох через семечко в сердце. Выдох из сердца. Полностью отпускаем все напряжение через стопы, ноги. И позволяем каждой клетке света, потоны, нитрины наполняют ваш телесный храм. От макушки до пальчиков ног. Вы наполнены этим излучением, новизны, состоянием легкости, состоянием прозрачности. Почувствуйте, как ваше внимание начинает подниматься над телом. И еще выше. И сейчас ваше внимание над крышей вашего дома. Вы чудесным образом можете созерцать свое тело, лежащее внизу. А душа желает отправиться вверх и исследовать высшие миры. Еще выше. Поднимайтесь. Еще выше. И вот вы уже на высоте птичьего полета. Позволяя вашей душе взлететь еще выше. Вы на высоте облаков. И еще выше. Сейчас вы видите ваш город. Ваш район. И еще. Позволяя себе подняться так высоко, как желает по душам. Заметьте, как между вашим вниманием и вашим телом находится и удерживает у вас тонкая серебряная нить. Вероятно, крепкая. Поэтому позвольте своему вниманию отправиться в темерые, светлые, легкие и прозрачные, куда тянет ваша душа. И еще выше. А сейчас представьте, что пред вами где-то на небесах лестница. Она появляется самым чудесным образом. И вы поднимаетесь по этой лестнице вверх. То сияние, которое вас притягивает. Если поднимете голову, вы увидите огромное сияние. Белый шар жемчужной энергии. Поднимаясь выше и выше, вы чувствуете, как ваше тело становится еще более расслабленным. В какой-то момент оно становится настолько неверсованным и легким. Настолько прозрачным и светлым. И еще выше поднимаетесь. Позвольте себе окунуться в это облако, которое вас приветствует. Просто дышите. Для тех, кто желает продолжить практику и призвать родных богов, восточных славян, прошу вас остаться. И сейчас, находясь в этом светлом облаке жемчужной энергии, понаблюдайте, как она переливается. Ощутите этот свет, наполняющий вашу суть. С каждым вдохом вы становитесь еще более светлой или светлым. Осознав себя в этом облаке, вы можете призвать родных богов. И сейчас мы это сделаем вместе. Призовем их в поддержку. На землю родную. Мидгард землю. Нашу обитель. Призовем помощь многомудрых предков. Из сварги причистой. И вы можете сейчас повторять слова древнего гимна обращения вслед за мной. Ощутите еще раз это сияние. Осознайте себя. И можете прошептать свое имя перед этим вечным огнем, никогда не рождаемым, никогда не умираемым, постоянным, вездесущим и вечным. Можете сказать «Я», назовите свое имя, «Пришла» или «Пришел сюда». Для того, чтобы обратиться к тебе, творец-создатель, со своей просьбой о поддержке. Прощур род. Род небесный. Укрепи сердце мое в святой вере. Даруй мне мудрость и силу предков моих, сынов и внуков твоих. Даруй счастье и мир народам твоим ныне и пресно, и от века до века. Така бысть, така иси, така буди. Во славу единого и неделимого Бога Отца, тресветлого великого рода породителя нашего, да содеется все деяния наше, да во славу богов и предков наше, и во процветание родов и потомков наше, ныне и пресно, и от круга до круга. Така бысть, така иси, така буди. И сейчас просто дышите, наблюдайте за своим состоянием. И в этом облаке, в этом сиянии вы замечаете очертание красивой женской фигуры. Это Лада-Матушка, Мать Небесная Богородица. Та Лада-Матушка, которая оберегает землю святой расы, землю славян, восточных, западных, северных, южных, которая оберегает землю славяна Ариев, наших великих многомудрых предков. Обращаемся к Ладе-Матушке. Государыня Лада-Матушка, Мать Небесная Богородица, посети нас ты силой светлою, благослови надеяния добрые, надеяния славные, дава славу рода нашего, така бысть, така иси, така буди. И позвольте вашему телу, вашему вниманию вдыхать энергию Великой Матери. И тем самым понаблюдайте, заметьте, как она дарит вам обережный покров свой. Делая вдох, вдыхаете энергию в сердце. И с выдохом этот покров раскрывается и изнутри, и снаружи, растекаясь по голове, по плечам, по спине. Этот бесконечный и вечный поток, как фонтан, как водопад небесной благодати, наполняет вас изнутри и снаружи, сохраняя вас, ваши близкие, ваши дома, города и страны. И сейчас обращаемся к нашим великим богам земли славянской, земли свято-расы. Обращаемся к воину-защитнику Перуну, к богине судьбы нашей Макоши, к богу мудрости Велесу, к богу Тору и Индре, великим воинам-защитникам. Обращаемся к богу-покровителю огня Симарглу, к воде Дани, к богу-стревогу, повелителю ветров, к земле сырой Матушке. Обращаемся к богу-охранителю границ, великому Чуру, к душам многомудрых предков своих и призываем сюда их души великие, светлые в наше пространство, в свой дом, в свою жизнь. Обращаемся к богу-авось, бог удачи, бог-помощник, приходящий в любое время на помощь к своим потомкам, внукам, сынам. Обращаемся и к великой Марии, богине Перехода, покровительнице Павитух и тех, кто проводит души между мирами. Обращаемся к тебе, Мара, мы почитаем тебя и твой великий долг. Почитаем богиню Валькирию, покровительницу воинов, принимающих их души и переносящие эти души в рай небесный, в ири небесный, сварбу пречистую. Обращаемся к своим родным предкам с просьбой явиться на Медгар в землю, ибо мы не справляемся. В данное время нам необходима ваша поддержка и великой волей святой своей волей и выбором мы отменяем те поступки, когда мы отреклись от вас, предки наши, когда мы отреклись от родителей своих. Мы обнуляем и превращаем в свет наши неблаговидные поступки и некогда отправленные проклятия в род своих родителей и богов. Простите нас и нашей волей, нашим выбором. Мы призываем вашу силу сюда, на землю, в нашу жизнь, в наши семьи, в наши рода, ибо без поддержки вашей мы не справимся. Бог Перуния, великий защитник земли Святого Раса, Бог мудрости, вми, призывающим тебя, славен и треславен буди, благости сварги и мира всей Святого Раса дожди и пробуждения духа чадом Перуния Род прославляша прави над всеми сгинула дабы духовная темень така бысть така иси така буди Отец наш Перуния Бози Хранитель Ты светлых сил сварги всей управитель Даруй нам удачу во славе Бесплачу Укрой от обмана тьмы и дурмана От чернобожьих пороков От чужеземных оброков Веди нас к созиданию А роды наши процветанию ныне и пресно и от круга до круга така бысть така иси така буди А сейчас вспоминаем всех наших предков и особенно многомудрых предков находящихся в высших мирах Слава древним отцам наша кое ныне во сварге причистой изряд все деяния наша и хорошо улыбаются нам и така мы не есть одни а с отцами наша и мы потомки чуя славу про отцев наша держим в сердце нашим свято расу кое я есть и пребуде землею богов и отцов наша ныне и пресно и от круга до круга така бысть така исти така будет также приглашаем бога вышеня повелителя вышнего мира бога крышеня защитника великого рамку творца вселенной великого сварага небесного кузнеца небесного архитектора и всех наших родных богов кое я заботиться о нас даруют нам мудрость знания силу духа пробуждая нас к свету совести и великому своему предназначению матушки наши земные небесные матушки человеческие наполните нас вашей любовью гармонией ладом и если есть на то необходимость пробуждайте нас силу генную генную заложенную в каждой клетке для того чтобы мы оберегали свои дома своих детей своих мужей силой духа своего святой верой своей лада матушка богородица пребудь пребудь в наших сердцах пребудь в наших душах наших семьях наших странах и на Медгар земле и сейчас своими словами произнесите слова молитвы а также поминем назовите фамилии родов ваших предков кои вы помните фамилии родов мужа вашего для женщин для замужних если дети у вас рожденные почитаем род отцов отца ваших детей призываем их на помощь поддержку просим о пробуждении нашей памяти о пробуждении нашей совести нашей мудрости и нашего духа ибо в планах вселенной нет цели нас уничтожить но есть великая цель нас преобразить каждую клетку каждую частичку сознания перепрошить преобразить в новые энергии и в заключении давайте вдохнем эти новые энергии отовсюду вдыхаем в сердце я позволяю я позволяю своему сердцу быть и дышать новизной наполняем тело этой свежей новой энергии я приветствую новизну приветствую энергии вселенной мудрость знания я позволяю своему телу своей душе преображаться с каждым вдохом своей жизни так абысть так айси так а будем сейчас медленно не спеша вы можете потянуться ощущая свое тело свой телесный храм завершаем нашу практику благодарностью благодарим учителей небесных земных видимых невидимых благодарим пространство где мы с вами находимся особая благодарность великому в чьем святилище я сейчас нахожусь и чьи энергии вам транслируются благодарность робы своему от изначали благодарность каждой и каждому участнику нашего круга огромная благодарность нашим родителям нашим предкам и давайте обнимем себя потому что то что мы сделали это есть то воинство мы призвали с вами самых самых мощных воинов света которые нам известны нам тем у кого есть в генах хотя хотя бы толика славянских генов она есть у нас во всех поверьте во всех огромная благодарность именно это занятие было посвящено призыву родных богов восточных славян в особенности хотя те боги кого я перечислено они есть покровители и западных славян и северных и южных и сибиряков и народов Индии и народов Тибета тоже и намного шире и народов Индонезии Таиланда потому что у нас с вами есть один общий корень я вас благодарю и хочу попросить после этой практики сходить в душ очень рекомендую вашему желанию сходить в душ после душа попить чай покушать сейчас можно воду выпить если вдруг какие-то состояния непонятные пишите ко мне обращайтесь но мы с вами собрали всю технику безопасности когда мы обращаемся к Ладе Матушке Богородице это есть гарантия того что все будет происходить гармонично потому что именно ее энергии темные силы не переносят они ее на дух не воспринимают Лада Матушка это та сила она настолько гармоничная что они не в состоянии к ней приблизиться поэтому если вам нужна мощная сила защита обращаемся к Ладе Матушке вот эти гимны обращения они будут в телеграм канале вы их найдете вы их найдете и пожалуйста пользуйтесь я отвечаю запись вроде бы все сказал давайте прочитаю вопросы вдруг у вас есть вопросы вдруг если есть пишите пожалуйста вроде бы все все хорошо я загружаю это занятие оно сохранится какое-то время делитесь вот этим вот этим видео для того чтобы эта практика она может пользуйтесь ею может быть недостаточно одного раза призвать понимаете если мы с вами отрекались поколениями от родных богов если мы даже сейчас возможно впервые слышим имена наших богов возможно то давайте изучать это мощное необъятное знание я вам рекомендую ну давайте не буду в личных сообщениях могу порекомендовать так говорить я вам не могу по определенным причинам источники пишите мне я вам порекомендую как можно начать это изучать благодарю всех кто с нами всем воинам света да всем огромный привет обязательно делитесь конечно пересылайте это занятие оно будет останется в записи спасибо 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 Продолжение следует...